Умер Алексей Навальный Как отреагировали на смерть Навального российские политики, что протевкали иноагенты и как попытались продолжить вмешиваться в наши внутренние дела западные политики в этом виде. РИА Новости позже уточнили, что медики ехали из филиала Лабытнангской больницы. По решению семьи Алексея Навального я вообще ничего не комментирую. Сейчас разбираемся. Адвокат у Алексея был в среду. Все тогда было нормально. Тромбоэмболей легочной артерии. Это название заболевания, которое, по крайней мере, тюремными медиками употребляется как бы в таком переносном, немного расширенном смысле. Как-то вот так. Почему больной умер? Да забудь, все равно Теллу напишут, кто разбираться будет. Мы не имеем никаких оснований верить госпропаганде. Они врали, врут и будут врать. Если это правда, то не Навальный умер, а Путин убил Навального. И только так. Но я им не верю ни на копейку. Не спешите Алексея хоронить. Алексей Навальный был сильным голосом за свободу и демократию на протяжении многих лет. НАТО и союзники НАТО призывали к его немедленному освобождению на протяжении долгого времени. Наши мысли с его семьей и близкими. О смерти Навального также высказался Джо Байден. Американский президент возложил ответственность за нее на российские власти. И заявил, что в этой связи США рассматривают ужесточение санкций против Москвы. В смерти Навального виноваты Вашингтон и Брюссель. Причину установят судмедэксперты и следствия. Все они, фамилии, хорошо известны от генсека НАТО и руководства США, до Шольца, Сунака и Зеленского, виновники смерти Навального. Именно им, на принимавшем огромное количество провальных решений и цепляющимся за свои должности, выгодна его смерть. Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России саморазоблачительна. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы. Я не могу не высказать соболезнования в связи со смертью Алексея Навального и сказать, что я надеюсь, что это послужит наконец тому, что будут освобождены политические заключенные у нас в стране. А какая здесь связь? Я думаю, что на самом деле не могло не сыграть свою роль и бесконечное помещение в ШИЗО. Мы знаем про 27 раз. Изначально, когда ограничивали срок пребывания человека в ШИЗО, исходили как раз из того, что медики считали нахождение там, в этих экстремальных условиях, очень вредным для организма. Поэтому по закону в ШИЗО нельзя отправлять дольше, чем на 15 суток. С чем это связано? Я напомню, что туда нельзя брать свою одежду теплую, еду, к которой привык человек. Он не может использовать никакие личные вещи. Там нет ни телевизора, ни холодильника. Ройтба не нарушать общественный порядок и покинуть место проведения несогласованного мероприятия. Итак, по данным журналистов, Навальному стало плохо около часа дня. Смерть наступила в 14 часов 17 минут. Здесь надо понимать, что вот эти вот данные, что смерть наступила в 14 часов 17 минут и так далее, мы получаем от администрации колонии. И здесь, опять же, важный момент. Доверяйте вы этим данным или нет? У меня нет никаких оснований этим данным доверять. Но других данных у нас нет, поэтому работаем с тем, что есть. Я не могу сказать, что это неправдоподобно. Это может случиться с любым из нас. Я считаю неправдоподобным то, что так быстро установлены причины смерти. Считаю, что не было никаких технических возможностей диагностировать термобалерию высшей артерии в тех условиях, в которых находился Алексей. И то, что нам об этом было заявлено практически сразу, после того, как было заявлено о смерти, я считаю, что это явно неправомощное заявление, не дождавшись результатов каких-либо обследований. Я думаю, версия об оторвавшемся тромбе, она, конечно, не исключена, но она крайне маловероятна. Это называется вероятность стремиться к нулю. Я, по крайней мере, в такие совпадения не верю. Я отказываюсь в такое совпадение верить. Я подчеркну, что хотя Навального держали в откровенно издевательских условиях, никаких данных о том, что его здоровье подорвано, не было. Поэтому многие мысли о смерти по естественным причинам сейчас кажутся неправдоподобной. Соратник Леонид Волков отказался верить в смерть политика. Мы не имеем никаких оснований верить госпропаганде. Они врали, врут и будут врать. Леонид Волков, соратник Навального. Я долго думала. Так, политик Леонид Гозман назвал произошедшим убийством. С ним согласился и другой оппозиционер Дмитрий Гудков. Я не могу в это поверить. Но если все подтвердится, то смерть Алексея – это убийство, организованное Путиным. Даже если Алексей умер от естественных причин, они были вызваны его отравлением и дальнейшими тюремными пытками. Оппозиционер Дмитрий Гудков. В прошлый вторник я слышала аудиозапись его голоса, сделанную во время судебного заседания, которое было за день до этого, в понедельник. Это был голос здорового, энергичного, неистощенного человека. Когда у человека сорваны связки, воспаление легких, сердце не тянет или он голоден, это слышно по голосу. Поверьте преподавателю. Неделю назад он был здоров и полон сил. Никаких версий, кроме убийства, у нас не остается. Политолог Екатерина Шульман. Если это правда, то вне зависимости от формальной причины, ответственность за преждевременную смерть несет лично Владимир Путин, сначала санкционировавший отравление Алексея, а затем посадивший его в тюрьму. Это убийство. Это должны понимать все и во всем мире. Заказчик отдал приказ об убийстве Навального несколько лет назад и приказа не отменял. Заказчика зовут Владимир Путин. Никаких других версий нет и быть не может. Правозащитница Ольга Романова. У России есть серьезные вопросы, на которые она должна ответить. Он был в тюрьме, он был заключенным. России нужно в этом разобраться. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Его смерть в российской тюрьме, а также зацикленность и страх одного человека только подчеркивают слабость и гниль в сердце системы, которую построил Путин. Россия несет за это ответственность. Госсекретарь США Энтони Блинкен. Российские власти расскажут свою историю. Но помните, Путин ответственен за смерть Навального. Президент США Джо Байден. Сомнение в том, что Запад сейчас на всю катушку включит раскрутку смерти Навального против России. В этом вообще нет никаких сомнений. Они это уже сделали. Масса репортажей уже полились по всем буквально ресурсам. Вдруг неожиданно умер еще недавно активный и живой Алексей Навальный. Происходит это ровно за месяц. Ровно в тот момент, когда российская оппозиция представляет собой пустое место. Когда общественная позиция разворачивается в сторону России. Противная сторона вдруг получает подарок, который без сомнения вызовет в западном мире антироссийскую волну. Что будет дальше? Посмотрим. Но неизбежно возникает вопрос. Совпадение ли это? Или на шахматной доске кто-то сделал очередной шаг? Телеведущая и журналистка Тина Канделаки. Та активность, которую мы сегодня видим, такому хейту Навального после смерти, она довольно иррациональна, потому что она исходит из некомфортного для власти прочтения Навального опасной фигуры и при жизни, и после смерти. Так или иначе, для пропаганды важно, чтобы декларируемый тезис, так или иначе, внешне соотносился с известной нам рамкой обстоятельств. Представить себе, что мировое правительство и иностранные агенты проникли на Ямал и что-то пытались совершить с Навальным, если себе представить, понятно, что это знак того, что все совсем запущено и все очень плохо. Пловеческая, нормальная логика – это не логика тех людей, которые это вот все запланировали и сделали. У этих людей логика другая. И я думаю, что в их логику это убийство вполне вписывается, и с их точки зрения оно является выгодным.